добрый день уважаемые коллеги сегодня мы с вами здесь собрались очень кстати большой аудитории для того чтобы поговорить поделиться мнениями по способу управления такой как непосредственный способ управления нашими многоквартирными домами подключаются к нам еще люди будем сейчас еще минут наверное 10 максимум подключаем и уже будем работать не отвлекаясь данное мероприятие организовывает коллекционный центр при министерстве энергетики жилищно-коммунального хозяйства сегодня меня зовут косилов игорь анатольевич заместитель председателя комиссии по местному самоправлению строительство и жкх общественной палаты самарской области с нами коллеги из государственной жилищной инспекции самарской области которые нам помогут сегодня в ряде моментов разобраться с данным способом управления хотя данный способ управления самым малочисленный но вопросов по нему не меньше чем по другим способом управления в наш центр регулярно обращается жителями я сегодня сделал подборочку какие частые вопросы у нас у людей возникает о реализации данного способа первый вопрос кто вносит в гис жкх информацию по лицевым счетам потребителя коммунальных услуг кто отвечает за качество коммунальных услуг внутри дома могут ли собственники помещения отказаться от части работы услуг прописаны в постановлении правительства номер 290 проверяет ли орган государственного надзора управляющая организация если собственники заключили с ней договор на обслуживание дома и так далее вот эти вот все сегодня мы на все эти сегодня и кроме этих вопросов постараемся ответить ну в принципе наверное начинаем основная регулировка данного непосредственного способа управления это у нас статья 164 жилищного кодекса российской федерации также мы понимаем что все решения что в непосредственном способе управления что в тсж что при способе управления управляющей организацией все вопросы решаются общим собранием собственников жилья данные данные вопросы я думаю что мы уже научились проводить общее собрание если кто еще есть какие-то определенные трудности обращайтесь поможем есть размещены на сайте квалифицированного центра видеоматериалы вот эти вот такие же подобные и этот видеоматериал будет очень немножко размещен для тех кто сегодня не смог подключиться каким-либо причинам чтобы ознакомились поэтому предлагаю познакомиться с теми материалами которые на сайте квалифицированного центра уже сейчас есть это в частности по проведению общих собраний что касается из повестки сегодняшнего наше мероприятие вот у нас сегодня так как я сейчас еще периодически люди у нас подключаются немножко отвлекаюсь я бы хотел предоставить слова в принципе по одному из таких частых вопросов по системе гиз жкх мы знаем там все не так просто системе гиз жкх но государственная жилищная инспекция у нас открыта для того чтобы вам оказывать поддержку что председателем товариществе собственникам жилья что управляющим компаниям что просто собственникам хотел бы сейчас предоставить слово для того чтобы раскрыть данную тематику по гизу жкх коллегам сергею руководителя отдела государственной жилищной инспекции по гизу жкх прошу коллеги включайтесь я пока подключаю идет большое у нас большой уже больше 40 подключившихся человек ваше мнение ваше видение в и прошел заострить как раз внимание на тех частых ошибках что делают собственники либо какая-то обслуживающая организация при размещении информации кто вообще должен размещать эту информацию и должны ли вообще размещать эту информацию при непосредственном способе управления коллеги здравствуйте уважаемые коллеги меня зовут крышкин сергей иванович я начальник отдела контроля по раскрытиям информации в гизу жкх давайте начнем сначала статистики я посмотрел гизу жкх собственно говоря по районам именно основными антилидерами у нас является жигулевск самара волжский ставропольский собственно говоря алексеевский большеглушицкий у них самое большое количество неразмещенной информации о способе управления домом непосредственно эту информацию именно о способе управления непосредственно сами органы местного самоправления то есть администрации соответствующих районов данная обязанность за ними закреплена 209 федеральным законом а также приказом 74 114 в 1 раздел 6 и 7 отвечая на вопрос который был задан собственно говоря кто размещает информацию о начислениях по содержанию текущему ремонту информация не размещается вообще по начислениях коммунальных услугах информация размещается непосредственно исполнительными коммунальных услуг опять же все ресурсы на правящей организации то есть исполнитель коммунальных услуг зайдут на дом и разместят эту информацию только после того как орган местного управления разместит полностью информацию о доме включая информацию о квартире Мы уже неоднократно в адрес ОМСов направляли предостережения. Первый раз общие предостережения были без перечня домов, второй раз уже были с перечня домов по каждому муниципальному образованию. Картина практически не изменилась. В общей сложности по Самарской области не размещена информация о непосредственном способе управления домами в районе 14 тысяч. Домов остаются без способа управления. Каждое муниципальное образование и администрация может зайти в КИС, даже в открытую часть без логина и пароля, зайти в раздел информации о домах, в реестрах стощиков информации, поставить фильтры на квартирный дом, а также на доме не выбран способ управления. Каждый ОМС увидит, что в России... Так, тишину сделали все. А можно звук отключить, пожалуйста? Спасибо. И все остальные посмотрите тоже, чтобы звук был отключен. Вот Наташа, просто пользователь, вот девушка-блондинка, тоже звук включен. Просмотрите с версии в левом нижнем углу, отключить звук. Уже неоднократно повторяли. Собственно говоря, в дальнейшем, как снимутся ограничения на проведение проверок, сразу предупреждаю, будут проводиться проверки по всем органам местного управления. В случае выявления нарушения будем составлять протоколы именно на глав района. Никаких поглажек уже не будет. Мы уже много раз вам предостережение направляем. Если что-то у вас не получается, а именно при внесении информации о способе управления как непосредственное ГИС выдает ошибку в том, что на доме закреплена управляющая организация, обращайтесь непосредственно в адрес инспекции. Но перед этим нужно вам зайти в реестр лицензий. Также можно с этой части выбрать 63-й регион Самарской области и посмотреть по реестру лицензий, за кем закреплен этот дом. Если поставить фильтры у лицензиатов определенных, которые вы будете просматривать, исключенные дома, вы увидите, что они будут подсвечены красным, потому что этот дом из управления исключен. В данном случае обращение в адрес инспекции будет некорректным. С нашей стороны, потому что работа уже сделана у лицензиата, дом из лицензии исключен. Собственно говоря, в данном случае непосредственно вам нужно с его личного кабинета в ГИС ЖКХ, а именно ОМС, обращаться в адрес технической поддержки. Писать вопрос нужно корректно. Начинать с того, что пытаемся внести информацию по дому, где выбран непосредственный способ управления. Далее указываем то, что из реестра лицензий той или иной организации дом исключен, но они продолжают управлять домом по 200-й статье ЖКХ. Это все подробно описываете технической поддержкой, также прикладываете скрины страниц с сайта ГИС ЖКХ. Собственно говоря, они, в свою очередь, где-то в районе 6 дней, если нет никаких-то серьезных технических ошибок, все это дело поправляют. Если нет, то в любом случае вам будет предоставлен какой-то промежуточный ответ, либо узнавать состояние исполнения вашего письма непосредственно по номеру технической поддержки. Он в личном кабинете ЖКХ у вас во всех указан. Если интересно по муниципальным образованиям, я могу вам, собственно говоря, продиктовать, у кого какие ошибки. Хотел бы отметить, так сказать, очень исполнительные районы. Это Клявлинский и Пестравский. Они молодцы, у них по ноль домов таких. Собственно говоря, вам делать ничего не нужно. Остальные районы, как Алексеевский, 596 домов, Безенчукский, 90 домов, Богатовский, 19, Большеглушицкий, 867, Большечерниговский, 156, Борский, 226, Волжский, 1330, Самара, 2148, Тольятти, 96, Жигулевск, ну, это из ряда волн, 3443 дома. Кенель, 7, Новокудышевск, 225, Октябрьск, 6, Отрадный, 4, Похвестнево, 41, Сызран, 58, Чапаевск, 342, Ёлковский, 137, Иссоклинский, 36, Камышлинский, 3, Кенель-Черкасский район, 773, Кенельский район, 171, Кошкинский, 18, Красноармейский, 240, Красноярский, 48, Нефтегорский, 15, Похвестневский район, 271, Приволжский, 314 домов, Сергиевский, 132, Ставропольский, 1735, Сызранский, 68, Кворостянский, 439, Челновершинский район, 28, Шанталинский, 10, Шигонский, 35, В общем, получается, 14147 домов без выбранного способа управления, по крайней мере, по ГИСУ. Собственно говоря, нужно в этой части вам усилить работу и внести соответствующие изменения в ГИСЖКХ. Для ОМСов там не так много информации, которую нужно вносить. Основная информация при размещении она у вас может подтянуться либо с Росреестра, либо с ФИАСа, который вы тоже, в свою очередь, заполняете. Вам вносить там только технические характеристики по дому все и информация о работах и услугах. Больше там практически ничего нет. Далее уже вступают в работу непосредственно ресурсоснабжающие организации и размещают информацию всю остальную, которая им подлежит. В основе своей это информация о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. Также повторюсь, то, что если на доме имеется обслуживающие организации при непосредственной форме управления, для них нет обязанности вносить информацию в ГИЖКХ, по крайней мере, в настоящее время. Далее планируются изменения в законодательстве, может что-то и поменяется в этой части. Пока что это обязанность ОМС вносить информацию по таким домам. Ну, у меня, уважаемые коллеги, все. Если есть какие-то вопросы, готовы вам на них ответить. Собственно говоря, при дополнительной, если у вас возникнут какие-то сложности, в свою очередь, мы вас как бы не бросим в этой части. Можете набирать по нашему телефону, либо непосредственно мне, либо моим сотрудникам. Запишите 200 ровно 14, 94. Совместно с вами, если будут какие-то возникать технические вопросы, мы их решим. Собственно говоря, поможем написать обращение в техподдержку, собственно говоря, без помощи вас не оставим. если при внесении информации, а также, когда вы начнете это все анализировать, у вас окажется, скорее всего, оно так и будет по многим районам, то, что на доме создана ТСЖ, ЖСК, либо другой какой-то кооператив, собственно говоря, и они не внесли эту информацию, то сразу можно письмо написать в наш адрес, потому что какой-то ТСЖ, ЖСК управляет таким-то домом и не вносит информацию. Мы будем уже в свою очередь принимать меры, предоставленные нам законодательством, и обяжем данной организации всю информацию разместить в ГИЖКХ, чтобы такая ситуация у нас уже исправилась. очень много обращений граждан, в том числе и через твиттер, то, что данная информация по непосредственной форме управления домом вообще в ГИСе не заполняется, и она систематически поступает в наш адрес, то есть не разома. Ну, в общем, все. Сергей Иванович, спасибо большое. Мне понятно, хотелось бы отметить все-таки том, чтобы не... Я думаю, что у нас только недобросовестная управляющая компания пользуется тем, что сейчас не осуществляются проверки государственной жилищной инспекции и немножко, скажем так, не до конца выполняет свои обязанности, но у нас, я так понимаю, у вас на контроле находятся еще органы местного самоуправления, которые свою часть еще не до конца тоже выполнили, но у нас Новый год уже не за горами, но есть время все-таки для того, чтобы поправить, исправить ситуацию. уверен, коллеги, и знаю уже по обратной связи, что кто обращался к нам в центр, мы перенаправляли государственную жилищную инспекцию вот в отдел Сергея Ивановича, оказана всесторонняя поддержка, не стесняйтесь, обращайтесь, лучше сейчас попросить помощь, чем потом получить уже непосредственно какой-либо штраф, предписание и так далее. Коллеги, мы вот много поговорили, сказать одно забыл, надеюсь, мы все понимаем, всех участников, что данный способ по управлению может реализовываться только в домах, где площадь, где квартир не более 30. Это очень важный момент, потому что данная цифра периодически менялась, и сейчас она именно такова, именно 30. Еще все подключается, уже у нас сегодня подключившись более 50, но я думаю, наверное, надо заканчивать. Все, кто не захотел, кто не успел вовремя, те, наверное, посмотрят уже потом в записи. Кирилл Валентинович, скажи, пожалуйста, по твоему управлению частые вот вопросы, которые я сегодня вот уже озвучил, частые сложности, которые возникают, я знаю, что способ собственники определяют непосредственно, а по факту он не реализован. Расскажи, пожалуйста, со своей стороны надзора, как в этом случае лучше действовать, что необходимо сделать в обязательном порядке, что необходимо предпринять. Кирилл Валентинович, спасибо большое. Добрый день. Я Бодров Кирилл Валентинович, начальник отдела лицензирования, управления лицензированием Государственной жилищной инспекции Самарской области. Спасибо за слово. Ну, значит, вот распространенные такой вот в практике моменты, которые случаются у нас и постоянно приходится разъяснять собственникам. Значит, у нас в соответствии с частью 1 статьи 164 ЖК РФ при непосредственном способе собственниками заключается договор о оказании услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества с лицами, осуществляющие соответствующие виды деятельности. То есть, соответственно, если собственники выбрали способ управления непосредственный, на этом не заканчивается, скажем так, реализация этого способа. Собственники не могут выбрать и сами осуществлять деятельности по обслуживанию, по управлению, да, вот, общим имуществом дома. Необходимо реализовать этот способ. Каким образом? Путем заключения соответствующих договоров на те или иные виды работ с лицами, вот, которые будут осуществлять эти, те или иные виды работы, да. То есть, у нас получается, к примеру, либо это просто обслуживающая организация будет, которая комплексно возьмет выполнение, оказание выполнения работ целиком на доме, вот. Также возможно законодателям, скажем так, не запрещено, да, заключать несколько договоров, то есть, к примеру, обслуживание кровли это будет заниматься какое-то одно лицо, мытьем полов, другое лицо, какие-то виды, там, третьи виды работы, соответственно, другое лицо. То есть, здесь не обязательно заключать договор с одним лицом, это может быть несколько лиц. Но, опять же, оговорюсь о том, что все-таки необходимо реализовать этот способ путем заключения договора, либо договоров. И часто в жилищную инспекцию направляются протоколы общих собраний собственников, где собственники вот просто выбирают этот способ без заключенного договора. Ну, соответственно, такие изменения мы в систему электронной ЖКХ не можем внести, потому что необходимо ответственное лицо. Всегда привожу такой пример, ну, конечно, такой, скажем так, серьезный, наверное, случай. Вот, например, упадет сосулька, да, с кровли. Кто будет за это отвечать, да, на человека? То есть, должно быть ответственное лицо всегда, да, не весь же дом будет отвечать, вот за такое происшествие. Вот, соответственно, обязательно заключение этих договоров. И зачастую орган местного управления, отвечая на запрос, к примеру, жилищная инспекция, говорит о том, что вот на доме выбран непосредственный способ. Мы задаем вопрос, а кто же осуществляет действительность по непосредственному способу? А таких лиц нет. Поэтому обязательно нужно ответственное лицо и реализовать этот способ управления путем заключения договора. Поэтому обратите на это внимание, это самое главное. Вот. Ну, в принципе, по данному вопросу у меня все. Основные, вот, самый главный вот этот вопрос, и на который многие заблуждаясь, думают, что выбрав способ управления посредственного управления, на этом все заканчивается. Нет, должны быть лица, которые будут ответственны. Спасибо. Кирилл Валентинович, понятно, принято. Дальше продолжаю. Вопрос частый, могут ли собственники помещения отказаться от части работ прописанных в постановлении правительства Российской Федерации 290-й. Часто этот вопрос касается как раз уборки лестничных площадок и придомовой территории. Насколько мне известно из нормативно-правовой базы практики в этом, что часть пунктов, которые отражены в 290-м постановлении правительства, решением общего собрания собственников, жителей вправе исключить. Вот в частности по уборке придомовой территории и по уборке подъезда. Кирилл Валентинович, не ошибаюсь я в этом моменте. Ну, здесь, знаете как, достаточно противоречивый момент, поскольку все-таки 290-й это минимальный перечень, он так и называется, что минимум тех работ, которые должны выполняться на доме. Опять же, второй момент, допустим, собственники примут решение исключить работу по уборке, ну, а как же будет, например, прилегающая территория дома заснежена, в подъезде будет недовлетворительное состояние подъезда в плане санитарного содержания. Вот кто за это будет отвечать? То есть все-таки по мнению инспекции в любом случае должно быть лицо на те или иные виды работ, в том числе и на эти тоже. Кирилл Валентинович, получается так, что не только просто нужно решением общего собрания, что у нас нормативно, в принципе, по данному способу позволительно исключить, но определить порядок обслуживания или ответственного за данную уборку, либо что-то сделать в этом случае раскрывающее, потому что я понимаю, поисключать можно все. Мы сейчас, конечно, взяли для примера такие вот безобидные, назовем такие вот, хотя в конечном итоге могут привести тоже к нехорошей ситуации, безобидные моменты, но жители-то могут у нас и дальше пойти и уже начинать исключать те работы, которые несут безопасность, безопасность пожелания граждан. Вот здесь, конечно же, это недопустимо, насколько я понимаю. Вот с этими моментами, вроде бы, да, противоречивый момент, практика говорит, что можно, но в то же время, я вот в этом случае вижу выход, если у нас все-таки собственники определяют, если кто будет конкретно по данному по данному будет ответственным, закрывать постановление правительства 290-е, все-таки он минимальный, правильно, нужно. И здесь, наверное, нужно скрывать. Если не определен, то это значит никто, либо все. Ну да, совершенно верно, да. Плюс нужно понимать, да, определенную целесообразность принятия тех или иных видов решений, да, поскольку одно дело не почистить. Скажите, пожалуйста, у нас кто-то со звуком, сейчас, сейчас одну секундочку выключим. Ага, все, выключен звук. Да, то есть нужно понимать целесообразность принятия тех или иных видов решений, да, одно дело принятие решений, по, может быть, увеличению срока мытья, не знаю, полов, там, да, в этой клетке, да, другое дело очистка кровельного покрытия, да, вот. Поэтому здесь, конечно, собственники, да, могут такие решения принимать, но, опять же, должны понимать, какие последствия могут повлечь вот принятое решение. Ясно. Кирилл Лунинсинович, а вот момент такой еще. Вообще договор управления могут собственники заключить при реализации непосредственного способа управления? Насколько мне известно, вот именно с формулировкой договор управления заключать нельзя. Договор должен быть обслуживанием. Конечно, совершенно верно. Если заключен договор управления, соответственно, должен быть выбран способ, именно способ управления управляющей организацией, да. В нашем случае выбран непосредственный способ, и если будет заключен договор управления, да, то, соответственно, у нас будет противоречить, заключение такого договора будет противоречить принятому способу управления. Вот. Более того, да, в договоре управления у нас прописывается полностью, да, о предоставлении всех услуг, в том числе и коммунальных услуг, вот, при непосредственном способе, да, у нас собственники напрямую заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями, ну и, соответственно, вот какие-то моменты по взаимоотношениям, по предоставлению коммунальных услуг, естественно, в договоре обслуживания будут отсутствовать, а будут указаны в договорах о предоставлении коммунальных услуг непосредственно с ресурсоснабжающими организациями. Спасибо, Кирилл Валентинович. Дальше продолжаем. Вот момент такой, у нас вообще, я так понимаю, жители вправе заключить договор на обслуживание с компанией, не обязательно, имеющей лицензию на управление многоквартирным домом, получается на свой страх и риск выбрать эту компанию, ну, возможно, посмотреть, как она работает на других домах, конечно, нужно обязательно провести такую работу, понять, как они работают, где они уже работали. Эта информация, она стекается, она не, если плохо работает компания, то сарафанное радио у нас еще работает, и об этом можно всегда узнать. Ну, подпадает ли вообще вот эта вот организация под ваш контроль? Каким-либо способом? Вот выбрали обслуживающую организацию, рассказала она, как будет себя хорошо вести, как полностью выполнять весь комплекс необходимых работ, но в какой-то момент она начинает себя, скажем так, с нехорошей точки зрения проявлять. В этом случае что лучше делать собственникам? К вам в государственную жилищную инспекцию обращаться? Либо, может быть, сразу применять кардинальные меры по перезаключению договора в соответствии с гражданским кодексом? Как вот мнение, Кирилл Валентинович, ваше? Значит, жилищная инспекция обладает, да, скажем так, наделена полномочиями по жилищному надзору и лицензионному контролю. Вот лицензионный контроль, это вот у нас как раз все вопросы с лицензиатами, да, с теми организациями, которые имеют лицензию и которые именно осуществляют управление многоквартирными домами, где собственники выбрали способ управления управляющей организацией. Есть жилищный надзор, да, вот как раз вот жилищный надзор, вот он отнесен к непосредственному способу управления. Да, конечно, если данная организация, обслуживающая, не надлежащая осуществлять свою деятельность, поступает обращение от собственников, то жилищная инспекция выходит с проверкой и выявляет те или иные нарушения. Ну, сейчас у нас есть определенные ограничения, да, на проведение проверок, ну, как бы, тем не менее, да, после снятия ограничений, естественно, жилищная инспекция выйдет и проверит. Значит, если эта организация, не надлежащая, осуществляет свою деятельность в рамках заключенного договора обслуживания, естественно, собственники могут принять решение о расторжении данного договора, да, и заключить договор обслуживания другой обслуживающей организации. Конечно, что такое договор? Соглашение двух сторон, да, если одна сторона не исполняет обязательства по договору, ну, значит, можно этот договор расторгнуть и заключить его с иной организацией. Либо сменить способ управления, да, то есть никто не запрещает собственнику выбрать непосредственно способ управления управляющей организацией, да. Ну, либо выбрать товарища собственника жилья, ну, конечно, как правило, непосредственно способ управления у нас дома, где не более 30 квартир, соответственно, там не совсем экономически целесообразно это будет делать. Ну, тем не менее, как бы, возможность такая есть. Поэтому, да, если не выполнять свои обязательства, значит, нужно принимать решение и выбирать другую организацию. И эта организация не обязательно должна быть лицензиатом, да, ну, то есть это вот какая-то некая организация, которая способна выполнять вот эти вот функции по обслуживанию дома, технического, скажем так, характера. Кирилл Антонович, принято, спасибо большое. Я, насколько я знаю, сейчас некая тенденция, да, появляется, что способ непосредственный, люди уходят на способ управления управляющей организацией. Появилось, не реализовали способ, а непосредственно идет уже все-таки выбор управляющей компании. Здесь в качестве обслуживающей компании, мы же управляющую компанию собственники могут взять, все-таки она какая-то не то, что договор управления заключить, а именно взять на обслуживание с этой компанией, если она рядышком реализует, например, способ управления управляющей компанией. Все-таки к этой компании, понятно, что не по этому способу управления меньше требований, но в целом, если она занимается деятельностью по управлению МКД, здесь она уже себе ставит другую планку, потому что находится под лицензионным контролем. Вот все-таки управляющую компанию мы можем в качестве обслуживания привлечь, да, к дому. Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть управляющая организация, имеющая лицензию, она также может заключить на ряд домов договора обслуживания, и такая практика распространена, то есть часть домов у них в лицензии, она именно управляет, осуществляет управление этими многоквартирными домами, а часть домов у них на непосредственном способе. Да, это распространенная практика, в принципе. И вот еще такой момент, ну это вот, скажем так, связано тоже с органами местного управления, где собственники, например, выбрали непосредственный способ, но его не реализовали. Орган местного управления может это воспринять как не реализацию способа, провести конкурс, да, и на основании результатов конкурса уже назначить именно управляющую организацию, да. То есть здесь уже после конкурса, конкурс проводится у нас именно по выбору именно управляющей организации. Соответственно, конкурс будет проведен и на доме уже появится, будет выбран, скажем так, способ управления именно управляющей организации. Кирилл Иванович, спасибо. Дальше по тем вопросам, которые поступили к нам в центр, по заключению договоров на обслуживание ВДГО и ВКГО. ВДГО заключает каждый собственник непосредственно, и это обязательно, потому что мы сами понимаем, что это одно из самых, скажем так, узких мест. Дома, как правило, по непосредственному способу управления уже имеют определенный хороший возраст, и здесь нужно следить, конечно, специализированным организациям за как раз обслуживанием этого общедомового имущества. По вент-каналам очень противоречивая информация идет. Можно заключить, насколько я понимаю, договор напрямую со специализированной организацией, но в то же время, если есть договор обслуживания с обслуживающей компанией, обслуживающей компанией это выполнить праве, как и сама, или заключить договор уже со специализированной организацией, как, ну, субподряда. Правильно ли это вот все-таки здесь нет каких-то моментов, либо как все-таки с точки зрения безопасности собственникам лучше себя вести? Илья Валентинович, ваше мнение, как считаете? Ну, здесь надо понимать на то, что обязательно договор на внутридомовое газовое оборудование, обслуживание, да, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обязательно должен быть заключен, поскольку без таких договоров на техническое обслуживание. В принципе, ресурсно-сообжающая организация может и прекратить подачу газа. Собственно, это и в законодательстве прописано. По поводу, значит, заключения договоров на очистку вентканалов, дымовых, да, каналов, то здесь в любом случае, да, такой договор должен быть заключен. Конечно, если обслуживающая организация обладает определенными, да, ресурсами на выполнение этих работ, ну, как, если она заключит договор, скажем так, ну, как вы и сказали, Игорь Анатольевич, на субподряда, да, и выполнит эти работы, ну, хорошо, пусть выполняет. Главное, чтобы эти работы выполнялись и это все фиксировалось актами. Здесь согласен. Своё мнение коллегам хотел бы сказать. Всё-таки, если мы это отдаём на откуп просто обслуживающей компании, которая не является лицензиатом, здесь не лишним будет потребовать у этой компании наличие допусков, наличие квалифицированных специалистов именно по этому направлению. Вент-каналы, я сейчас, в принципе, вот отражая как раз вот это всё, мы говорим о безопасности. В первую очередь. И здесь не нужно промалкивать собственникам, жителям, а непосредственно спросить у обслуживающей компании. Вы всё-таки это сами будете делать, либо привлекать специализированную организацию, как нам нужно в этом случае действовать. Коллеги, если когда нету, к собственникам обращаюсь, нету диалога с обслуживающей компанией, с управляющей компанией, которая разговаривает, ну скажем так, не в нормальном русле, не даёт чёткие исчерпывающие ответы, я думаю, что с такими компаниями нужно избавляться. Что с обслуживающей компанией при непосредственном способе, что с управляющей компанией, которая точно так же ведёт себя в отношении вас, собственников. У нас идёт большая практика по смене УК, у нас меняются обслуживающие компании. Мы должны понимать, если мы выбрали компанию и привели её в свой дом, в своём доме мы хотим, чтобы они работали, и в случае того, они не выполняют что-то до конца, а это, если особенно безопасно, то в первую очередь предупреждение, в вторую очередь такие компании нужно гнать из своего дома. И другого слова, другого термина здесь лучше не использовать, если не слышат, если не работает качественно, если не выполняет минимальный перечень, и всё время находятся какие-то отговорки, что у нас по каким-то либо причинам это не получается, можно один раз делать предупреждение, а потом уже таких компаний нужно менять. Мы спроекцируем это на свой дом, на свою квартиру. Если мы пришли, у нас ремонт в доме делают какие-то подрядчики, не знаю, там в полу нетрезвом виде и неопрятные, и чёрти как, мы что сделаем? Мы первый раз предупредим, второй раз мы их просто на порог не пустим. Вот мы должны уже понимать, что дом в целом, это наш общий дом, и мы следим не только за своей квартирой, а следим за всем имуществом, которое находится в данном многоквартирном доме. Вот ещё один момент, очень частый и достаточно такой важный, кто у нас отвечает вообще за хранение технической документации. Но вот насколько у меня информация есть при непосредственном способе управления, документация хранится у собственника определённым общим собранием. Но также она может быть и хранится и у обслуживающей организации, ту, которую наняли. И вот немножко противоречиво. Обслуживающую организацию мы всё-таки сегодня выбрали одну, завтра мы с ней каким-то образом недовольны с ней работой. Я бы здесь, в свою очередь, наверное, всё-таки рекомендовал выбрать того ответственного собственника и хранить техническую документацию у себя. В крайнем случае, если техническая документация куда-то необходимо предоставлять, то, конечно же, оставлять оригиналы у себя и предоставлять уже в копиях документы. Потому что техническую документацию восстановить — это и временные рамки очень серьёзные, и финансовые потери достаточно большие. Поэтому к этому моменту очень внимательно нужно отнестись. Но насколько я понимаю, что часть технической документации должна находиться в системе ГИС ЖКХ подгружим. И здесь орган местного самоуправления всё-таки к этому моменту имеет отношение. Либо собственники должны каким-то образом. Потому что я понимаю, что ОМС должны помогать здесь в данном случае. Сергей Иванович, как Ваше мнение по этому поводу? В лидер ЖКХ хранится не техническая документация, а технические характеристики. Они как раз и берутся из тех документаций. А вот вопрос с хранением и так далее — это уже, собственно говоря, как Вы сказали вначале, непосредственно у собственника, как, например, собрание, либо ОМС, либо обслуживающие. В данном случае уже вообще собрание это решает. Но по практике всё-таки ОМС, оно должно знать, что у них происходит в их районе. Имеет всю эту документацию у себя. Потому что вот сейчас у Вас, у всех, у многих возникнет проблема, как заполнить ту или иную информацию по тому, а технический паспорт у Вас отсутствует. То есть у Вас будут проблемы уже непосредственно с размещением достоверности информации. Собственно говоря, здесь либо восстанавливать будут непосредственно с собственными собраниями собирать, но это дорогостоящее удовольствие. Либо как-то искать и восстанавливать, где она в последний раз была. Принято. Сергей Иванович, спасибо. Всё понятно, всё развернуто. Коллеги, вот у меня, в принципе, по тем вопросам, которые поступили в адрес Квалифицированного центра, мы дали сейчас исчерпывающие все ответы. Мы поработали, в принципе, один урок, как определено у нас должно быть сейчас на данный момент. Если не против все остальные, я, в принципе, вот хотел резюмировать данную ситуацию, данную информацию, которую сегодня мы доносили до Вас, органов местного самоуправления, собственников и так далее. По всем вопросам в Квалифицированный центр можете обращаться. Государственная жилищная инспекция вам также сказала, что вы, и я знаю это уже по своей практике, что обращайтесь по системе ГИС ЖКХ, знаем, что есть сложности, но готовы помочь. Один раз путь пройдете, и уже потом будет легче. Ничего там, в принципе, суперсложного, что нужно 3, 5, 8 образований для этого нет. Нужно просто этим вопросом заниматься. Те цифры, которые я сегодня услышал Сергею Ивановичу, что у нас по муниципалитетам очень большой такой серьезный пробел в работе есть. Но я думаю, что все-таки мы к этому вопросу еще вернемся. Надеюсь, поправят у нас органы местного самоуправления. Ну, совместно с Государственной жилищной инспекцией, с Общественной палатой, я думаю, мы проведем еще ВКС на эту тему, чтобы все-таки у нас не было нюансов. Коль у нас реализуется непосредственный способ управления, так значит он реализуется. Он должен находиться во всех системах. Если этой информации нет, то здесь уже есть вопросы к тем, кто должен эту информацию предоставить. На данный момент, коллеги, попрошу, если возникнут вопросы в результате нашего сегодняшнего обсуждения, прислать их мне лично на мою электронную почту цифрами 357-357-собачка-майл.ру для Косилова Игоря Анатольевича, либо на ту почту, которая приходила вам информация о сегодняшнем вебинаре. Спасибо всем, сегодня подключилось достаточно большое количество участников. Спасибо коллеге из Государственной жилищной инспекции за то, что выбрали время. Я знаю, у вас не так много работы, достаточно для того, чтобы не отвлекаться. И все те моменты, все те вопросы, которые появятся, я сразу же переадресую в ваш адрес, если они будут по компетенции. Да, спасибо, рады помочь. Спасибо, коллеги. Отключаемся. Спасибо. Продолжение следует...